Откройте, а за сыном пришел. Вы посторонний человек, поэтому я вас пропустить в школу не могу. Пропустить я вас не могу, вы нарушаете. Вот, это нарушитель, посторонний человек, который зашел документом в школу. Вот, пожалуйста, не разбери. Это не наш родитель. Наш родитель не знает. К этому постановочному задержанию весь педагогический состав 24-й гимназии готовился несколько дней. Алгоритм действий не случайный и четко следует заранее утвержденному методическому плану по антитеррористическим мерам. Оперативные и слаженные действия в чрезвычайных ситуациях играют большую роль. Поэтому тренировки потенциальных случаев опасности сродни сдачи спортивных нормативов. Важно все. Холодный рассудок, последовательность действий, а самое главное – время. Действия сотрудников правоохранительных органов, в том числе, в частности, в неведомственной охране – это своевременное реагирование на сигналы тревоги. Чем раньше оперативнее будет нажата кнопка тревожной сигнализации, тем оперативнее и быстрее прибудут наши сотрудники. Прибытие сотрудников Росгвардии в черте города занимает до пяти минут. За это время в рекреациях и классах баррикадируют двери. Сегодня в рамках антитеррористического учения в случае нападения преступника преподаватели управились с возделыванием барьера из парты стульев за 2 минуты 18 секунд. Коллектив школы также отработал действия при обнаружении взрывного устройства на территории или внутри школы. Общая эвакуация издания заняла 1 минуту 52 секунды. Учения прошли у нас удовлетворительно. Конечно же, все мы прекрасно понимаем, что есть проблемные поля, над которыми надо работать. И главное, прежде всего, это психологическая готовность каждого члена педагогического коллектива к решению нестандартных ситуаций. Всероссийские одновременные учения антитеррористической направленности в подобных масштабах проходят впервые. Решение было принято Министерством Просвещения России совместно со службой МЧС и Росгвардии. Участие 100% школ муниципальных, государственных всего региона обеспечено. У нас 100% школ. И организации среднего профессионального образования, техникум и колледж также принимают участие в учениях. В качестве основных задач в рамках учения выступила отработка действий коллектива при чрезвычайных ситуациях, проверка работоспособности всех систем безопасности и информационного оповещения.